Молодежь, приветствую всех вас! И более того, это не просто молодежь, это руководители молодежи, это наставники молодежи, это те, кому Господь поручил такое важное дело, заботиться о молодежи. Тема вот всей конференции нашей, как мы слышали, это слова апостола Павла, который он сказал Тимофею, «Исполняй служение Твое». Он дает это наставление Тимофею, о котором мы знаем, что в то время, когда Павел писал это послание, послание Тимофею, он нес служение уже ответственно, он нес служение пресвитера, он отвечал за Ефесскую церковь, там, где трудился Павел, и Павел оставил, поставил его там. И он теперь дает ему это наставление, как нести это служение. Но я думаю, что вот образ Тимофея, он близок, наверное, каждому из молодежи, из наставников молодежи. В свое время он тоже был молодой, и Павел там пишет об этом. Никто не пренебрегает юностью Твоею, ты должен быть образцом для верных. Поэтому вот эти слова, «Исполняй служение Твое», я думаю, они должны быть близки к вам. И Павел через это к вам обращается. Он показывает важность вот этого наставничества, служителя, который в свое время был молодым. Я думаю, это, наверное, было какое-то начало молодежного служения, может быть, через Тимофея. И впоследствии вот в этой связке, вот в этой заботе апостола Павла, он становится служителем, он становится пресвитером в церкви Ефесской. И Павел говорит ему, «Исполняй служение Твое», четко определяя, четко показывая, четко объясняя, что это за служение. И дай Господь, чтобы для всех вас, братья, сестры, это было поручение Павла исполнять то служение, которое у вас. Служение в молодежи, служение с молодежью, служение наставничества. Моя тема – это тема наставничества. Я хочу поговорить об этом, потому что этот вопрос важен для вас, руководителем молодежи, важен в двух направлениях. Важен, чтобы у вас были наставники, и у вас были правильные взаимоотношения с наставниками в вашей церкви. А с другой стороны, вы сами наставники. Если вы несете это служение в церкви, если вы ответственны за служение молодежи, вы должны быть наставниками. И вот это двойное направление, оно очень важно для понимания, что Библия говорит об этом. Как Библия наставляет нас, как она показывает нам важность наставничества. И я вижу, слышу и замечаю, что сегодня это большая проблема. Отсутствие духовных взаимоотношений между молодежью и зрелыми христианами. Это проблема. Это проблема наставничества. И вот когда мы рассуждаем, что такое наставничество? Как нам понимать этот термин? Как нам понимать вот саму идею? Я пришел к такому определению, что наставничество – это духовные взаимоотношения между наставником, учеником и Духом Святым. Духовные взаимоотношения, через которые ученик начинает понимать, что сделал Бог в его жизни, он возрастает в общении с Богом и в осуществлении своего призвания и служения. Посмотрите, важные моменты. Это духовные взаимоотношения. Но не просто между двумя людьми. Есть третья личность. Наставничество есть в разных областях. Есть в предприятии, в бизнесе, еще в каких-то психологии, возможно. Но мы говорим, что духовное наставничество отличается, потому что присутствует третья личность. И третья личность – это Дух Святой. В наставничестве обязательно присутствие Божие, присутствие Духа Святого, потому что в духовном наставничестве есть важная цель. Ученик или наставляемый, он должен понять, что сделал Бог в его жизни. Он должен через это общение возрастать в познании Бога. И он должен понять свое призвание, к чему призывает его Бог. И он должен начать это служение. В этом большое отличие духовного наставничества. И когда мы говорим о наставничестве, мы понимаем, что это служение с верующими. Если вы ведете работу с неверующими, это не наставничество. Работа с неверующими – это благовестие, это евангелизация. И когда мы общаемся с неверующими, мы не наставляем их, чтобы они духовно возрастали. Им некуда возрастать. Они не могут духовно возрастать. Они должны получить рождение духовное, возрождение. Но когда они это получили, вот здесь наступает наставничество. Вот здесь начинается наставничество. Когда через это общение под воздействием Духа Святого у нас есть цель. Мы стараемся, мы стремимся от этого духовно рожденного помочь ему, чтобы он возрастал, чтобы он понимал, чтобы он знал Бога, чтобы он имел общение с Богом, чтобы он увидел свое призвание и начал свое служение. В этом смысл наставничества. Несколько моментов, которые мы находим в Священном Писании, которые важны, когда мы говорим о наставничестве. Посмотрите, первый текст, который я хочу прочитать, это 6 глава Евангелия Луки. Евангелия Луки, 6 глава. Я прочитаю, можно было больше здесь важные мысли, но я только два стиха прочитаю. Луки 6, 39-40. «Сказал также им притчу, может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его». Посмотрите, о чем говорит Христос. Он обращается к людям, которые слушали его, он обращается к ученикам, и он говорит, может ли слепой водить слепого? И мы начинаем применять это к вопросу наставничества. Если человек желает быть наставником, он должен задать себе вопрос, не является ли он сам слепым? Потому что как только слепой наставник начинает браться за наставничество, Христос сразу определяет, оба упадут в яму. Поэтому важно для наставника понимать, что Библия говорит ему о наставничестве, каким он должен быть, что он должен делать. И мы видим в этом следующем стихе, Христос говорит, ученик, усовершенствовавшись, будет как его учитель. И в этом смысл наставничества, когда мы видим, о ком нужно заботиться, и мы помогаем ему в этом духовном усовершенствовании. Он не станет лучше нас. Это наша цель, чтобы мы были в должном состоянии, в должном духовном уровне, помогая этому человеку. Если бы читали эту главу дальше, знаете, Христос там важные принципы, Он говорит, Он говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а не видишь бревна в своем глазу? Ты думаешь помочь ему, ты думаешь каким-то образом вынуть это бревно, и там Христос говорит, вынь прежде сучок из глаза своего, и тогда ты увидишь, как помочь брату. Это указание на наставника, это указание на человека, который желает помочь, который желает каким-то образом наставлять другого, посмотреть на себя, заметить свой сучок, дать, чтобы Господь сделал операцию, и тогда я увижу, как мне помочь другому, как мне трудиться в молодежи, как мне стать действительно наставником, который бы выполнял это служение. В книге притчи, вы помните, 27 глава, 17 стих, есть тоже важный принцип, там написано, железо, железо острит, и дальше, и человек изощряет взгляд друга своего, для меня немножко непонятно было слово, изощряет, но у меня англо-русская Библия, и это помогает иногда смотреть в русский вариант, иногда смотреть в английский вариант, и слово изощряет буквально, и в иврите оно имеет это же значение, острит, железо острит, и так друг оттачивает друга своего, в этом тоже принцип наставничества, когда человек оттачивает, делает более острым, делает все необходимое для лучшего духовного состояния друга своего, мы находим в книге «Экклесиаз», тоже важный принцип, это 4 глава, 9-10 стихи, «Двоим лучше, нежели одному», мы всегда принимаем, что этот стих относится к чему? Бракосочетанию, мужу или жениху плохо, «Двоим лучше, нежели одному», но не только об этом говорит этот текст, посмотрите, «Двоим лучше, нежели одному», «Ибо если один упадет, то другой поднимет товарища своего, но горе одному, когда упадет, а другого нет, который бы поднял его». Примените это к наставничеству, это важный принцип, этот принцип, который говорит о том, что должен быть кто-то, который бы поднял, когда кто-то падает, «И это хорошо, и двоим лучше, потому что если происходят ошибки, если происходит падение, нету того, кто бы поднял, нету того, кто бы поддержал». Многие в церкви, они подобны одиночным альпинистам. Вы знаете, что альпинисты, которые поднимаются в гору, они всегда идут в связки. Это очень опасно, одному подниматься в горы. В чем опасность? Ты можешь сорваться, ты можешь погибнуть, и когда альпинисты поднимаются на вершину, несколько человек, они связаны веревкой, и когда один срывается, тогда все это напряжение, оно возлагается на всех остальных, которые должны удержать его, которые должны сделать так, чтобы этот сорвавшийся не упал. Я замечаю, что очень часто в наших церквях члены церкви, возможно, кто-то из молодежи, это одиночные альпинисты, они хотят подняться на вершину, они хотят вырасти, они хотят добраться до цели, но они одиночные альпинисты, и когда они срываются, очень часто это трагедия духовная. Смысл наставничества в связке альпинистов, когда есть тот, кто поможет, когда упадет товарищ. Как Писание говорит, горе одному, когда упадет, нет другого, который бы поднял его. Иисус Христос дает нам пример, и мы находим этот пример еще в Ветхом Завете. Посмотрите, книга Исаии, 50 глава, я прочитаю 4 стих. 50 глава Исаии, 4 стих. Господь Бог дал мне язык мудрых. Когда я думаю об этом стихе, о ком здесь идет речь? Нам непонятно, пока мы не прочитываем всю главу, потому что в 6 главе нам четко становится понятно, речь идет о Христе, потому что он говорит, я предал хребет, бьющий меня, и ланитый, поражающий меня. Мы видим точно в этой главе пророчество о Христе, о его страдании. Но посмотрите, начало, как говорится, Господь Бог дал мне язык мудрых. Это Христос говорит. Он о Боге Отце говорит. Чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего, каждое утро он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Посмотрите, Христос, Божий Сын, который должен прийти на землю, который станет наставником, о котором и ученики говорили, несколько раз они называли его наставником. Он показывает важный принцип начала наставничества. Он говорит, Господь дал мне язык мудрых, чтобы я словом подкреплял изнемогающего. И каждое утро он говорит, он открывает, он пробуждает ухо мое. Это Христос говорит, Божий Сын. Он показывает, Бог Отец подкрепляет, открывает ухо, чтобы я слушал подобно учащемуся. Если вы желаете быть наставниками, вот этот важный принцип, который Христос нам дает. Каждое утро Бог должен пробуждать ухо наше, чтобы мы подобно учащимся могли слышать Его Слово. И тогда Господь даст язык мудрых для того, чтобы подкреплять тех, кто находится в нужде. Поэтому, когда мы говорим о наставничестве, молодежь, вы являетесь руководителями молодежи, вы влияете на молодежь. Как ответственные, как руководители вы производите влияние? Как сделать так, чтобы это было верное влияние? Как сделать так, чтобы это влияние стало наставничеством? Каким образом сделать все необходимое для того, чтобы вы увидели эти принципы, которые мы находимся в Писании? А эти принципы есть. Посмотрите, апостол Павел говорит об этом послании Титу. Он много говорит о наставничестве. Он говорит, чтобы пожилые сестры наставляли молодых сестер, чтобы братья наставляли молодых братьев. Этот принцип вот этой передачи веры, передачи верности, он находится в Писании. И поэтому для нас очень важно увидеть вот этот принцип наставничества. Есть у нас здесь один брат с Израиля, брат Владимир. В Израиле есть два моря. Есть Галилейское море, есть Мертвое море. И знаете, в чем разница между двумя этими морями? В Галилейское море втекает река Иордан. И эта река не только втекает, она и вытекает из этой реки. И поскольку происходит вот это движение воды, это хорошая, здоровая, пресная вода, которая используется для питья, в которой есть рыба. И ученики Иисуса Христа об этом точно знали, потому что там они ловили рыбу. Это здоровая, хорошая вода. Мертвое море, Иордан тоже впадает, но из Мертвого моря ничего не вытекает. И поскольку туда только впадает и там остается, это Мертвое море становится мертвым. Там нету ни рыбы, там нету ни жизни, там есть только соль. Подумайте о наставничестве. Наставничество предполагает, что мы получаем от Господа, как Христос сказал здесь в пророчестве Исаии, мы получаем от Господа и мы должны это полученное передавать. Мы должны стать Галилейским морем, которое получает воду и отдает воду и в результате этого становится здоровым и живым. Как только мы начинаем только получать и не отдаем, мы становимся мертвым морем, в котором нет жизни. Являетесь ли вы таковыми наставниками, которые имеют своих наставников, которые получают от Господа Слово каждое утро, как здесь написано в Исаии, и они, получая это, желают отдавать, потому что имеют своих подопечных, учеников, отдавая это, вы получаете жизнь. Вы становитесь тем морем, которое действительно имеет значение, потому что Господь через это начинает производить свою работу. Я хочу, чтобы вы посмотрели на некоторые важные принципы. Что значит быть наставником? Как Писание открывает нам некоторые важные принципы? В чем же определяется вот это наставничество? Я хочу, чтобы мы открыли сейчас послание Коринфянам, 4 главу. Я прочитаю несколько стихов из 4 главы послания Коринфянам, и мы возьмем оттуда некоторые важные принципы для наставничества. Итак, я читаю 4 глава 1 послания Коринфянам с 14 стиха и до конца этой главы. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите, с жезлом прийти к вам или с любовью и духом к ротости? Ключевой момент, который я нахожу вот в этом тексте, в котором я вижу, что Павел говорит о наставничестве, ключевой стих, как я вижу, это 20-й. Можете отметить, записать себе это. Павел говорит, ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. Я говорил, что наставничество есть в самых различных областях, в образовании, в производстве, еще где-то. Отличие духовного наставничества выражено в 20-м стихе. Павел говорит, ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. Быть наставником, это еще не означает много говорить. И, возможно, вы воспринимаете наставничество, когда вы встречаетесь с кем-то, вы начинаете говорить, вы говорите ему что-то, вот так нужно, вот так нужно, вот так нужно. Павел говорит, это важно, это правильно. Но Царствие Божие не в этом. Царствие Божие не в том, что вы говорите верные слова, правильные наставления, говорите о том, что нужно перестать делать, что нужно начать делать. Царствие Божие не в слове, а в силе. И для того, чтобы была сила, наставничество, я как раз и сказал, необходима третья личность, это Дух Святой, который начинает работать вот в этих взаимоотношениях, вот в этом попечении, вот в этой заботе. И когда мы начинаем думать, а как сделать так, чтобы была сила наставничества? В чем же сила наставника? Как сделать так, чтобы мое служение наставника, оно действительно было под действием Божьей силы? И апостол Павел вот в этом тексте, который мы прочитали, он показывает несколько важных принципов. Он показывает те моменты, которые важны для любого наставника, который желает нести это служение. Апостол Павел пишет это послание Коринфянам, и мы знаем, что в этом послании и в этой церкви было много различных проблем. И он пишет это послание, потому что он был действительно наставником для этой церкви. Но когда мы смотрим вот на тот принцип, который закладывает здесь Павел, он говорит, что наставник не может заменить отца. Но роль отца невозможно без наставничества. И быть настоящим наставником невозможно без отцовства. Он говорит об этом здесь, и в этом тексте мы прочитали. У вас есть тысячи наставников, но немного отцов. Он говорит, я являюсь этим отцом. Вы помните, что Иоанн пишет в третьем послании, он говорит, для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Немножко меняя слова Иоанна и применяя их к Павлу, Павел как бы говорит в этом послании, для меня нет большего переживания, когда дети мои не ходят в истине. В этом определяется наставничество, которое уже становится на уровень отцовства. Нет большей радости, когда дети ходят в истине, или нет большего переживания, когда дети не ходят в истине. И мы видим, что апостол Павел вот в этом тексте, он употребляет это слово наставник. Итак, я прочитал, у нас написано, ибо хотя у вас тысячи наставников. Слово наставник, которое употребляет здесь Павел, это слово пейдагогос. От него происходит слово педагог, наше русское слово. И пейдагогос в то время это был раб, который отвечал за ребенка. Раб, который в доме имел обязанность вводить ребенка в школу, встречать ребенка со школы. Он отвечал за наставления в моральных вопросах этого ребенка. Он помогал этому ребенку в решении вопросов. Он имел эту ответственность вот в этом воспитании этого ребенка. Он воспитывал этого ребенка, чтобы он становился зрелым человеком, чтобы из ребенка он становился мужчиной. И мы видим, что апостол Павел говорит, что таких наставников может быть тысяча. И в то время были эти рабы в богатых домах, которые отвечали за детей, которые выполняли вот эту работу. Апостол Павел показывает, что значит быть настоящим духовным наставником. И когда я смотрю вот этот текст, который мы прочитали, я замечаю здесь несколько важных принципов, на которых я хочу остановиться. Первое. Мы видим, что настоящий наставник начинается с духовного отцовства. Я еще раз читаю этот текст в 15 стихе. «У вас тысячи наставников, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». О чем здесь идет речь? Наставник, который рождает детей во Христе через благовестие. Это самое лучшее начало для наставничества. Духовное отцовство. Мы понимаем, что для того, чтобы быть отцом, нужно иметь детей. И пока дети не родились, ты еще не отец. Ты можешь быть мужем, ты можешь быть просто братом, мужчиной, но не отцом. И некоторые христиане, они никогда так и не стали духовными отцами. И духовное отцовство, оно показывает, что ты должен родить кого-то. Что значит родить кого-то в духовном смысле? Апостол Павел говорит, у вас есть тысячи наставников, которые учат вас, которые объясняют вам. Но мое отличие, я для вас отец, потому что я родил вас. И мы читаем с вами в 18 главе Деяния апостолов, что Павел приехал в Коринф. Он встретился там, вы помните, с Акилой и Прискилой. Он начинает проповедовать, он начинает говорить Евангелие. И через его проповедь, через его благовестие рождается церковь в этом городе. Он действительно был духовным отцом, потому что через благовестие эти люди пришли к Господу. Они уверовали, они приняли Иисуса Христа. И апостол Павел как раз показывает здесь, он говорит, я родил во Христе вас благовестием. Самое лучшее начало наставничества, когда вы проповедуете Евангелие человеку, который не знает Господа и который приходит. И помните, я говорил, с этого начинается наставничество. До этого это благовестие. До этого это проповедь Евангелия. До этого это стремление, чтобы неверующий человек пришел ко Христу. И Павел с этого начал. И когда это произошло, когда эти люди уверовали, посмотрите, как Павел говорит, это не он сам. Он не говорит, что это мое собственное какое-то действие. Он говорит здесь две вещи, Христос и Евангелие. Я родил вас во Христе через благовестие. Когда я думаю об этом, это лучшее начало наставничества. Когда вы, молодежь, когда вы, наставники, видите в молодежи тех, которые еще не возрождены. Когда вы видите тех, которые еще не являются спасенными. Это сложно. Все дети верующих родителей, все молодежь, все приходят на собрания. Но настоящее наставничество начинается, когда вы видите, он не спасен. Он не знает Бога по-настоящему. И вы говорите ему Евангелие. И в результате этого он приходит к покаянию. И вы становитесь духовным отцом. Вот это начало духовного отцовства именно в этой ситуации, когда через ваше благовестие человек приходит к Господу. Но мы можем сказать, что не у всех это происходит. И это вовсе не значит, что если это не произошло, вы не можете быть духовными наставниками. Есть те члены церкви или молодежь, те, кто покаялись, те, кто уже знают Господа. И это говорит о том, что вы можете и после этого быть наставниками. И посмотрите, когда мы смотрим на второй принцип, который говорит апостол Павел, в чем задача наставника? Наставник вырабатывает зрелые отношения. Он стремится к зрелости того человека, кого он наставляет. Я вижу это в 14 стихе. Посмотрите. «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей». Как понять эти слова «не к постыжению»? У апостола Павла не было цели просто устыдить их, просто призвать их к стыду. Как вы можете, как вы живете так, как вы поступаете, почему вы делаете такие дела. Он говорит, не это моя цель. Моя цель не просто, чтобы вам стыдно стало. Какая моя цель? Вразумление. Вот это цель наставника. Вразумление. И мы видим, что здесь это слово «вразумление», оно предполагает проблему. Оно предполагает исправление сделанной ошибки. Оно предполагает, что вразумление это не наказание, это стремление к изменению поведения, изменению жизни. В этом цель наставника. Вы видите тех, кто уже обратились к Господу. Вы видите молодежь, которая в церкви. И ваше стремление не просто устыдить их, сказать, молодежь, как вы можете, вы такие-сякие. Нет, ваша цель вразумление, чтобы то, что неверно в их жизни, оно было исправлено. И мы видим, что наставник, он имеет эту смелость. Он имеет смелость прямо сказать, если в жизни человека что-то происходит не так. И апостол Павел делает это. Нельзя просто смотреть на духовные ошибки. Я иногда замечаю это среди молодежи безразличие. Вы видите ваших друзей, которые допускают грехи, которые допускают серьезные какие-то действия неверные в своей жизни. И молодежь часто безразлична, не воспринимая, что вы имеете ответственность за них. Апостол Павел, мы видим, что он показывает, он прямо говорит, когда есть проблема, грех, заблуждение. Не для того, чтобы устыдить, чтобы вразумить, чтобы эта проблема, которая существует, она была исправлена. Молодежь иногда нужно о каких-то вещах говорить прямо. Грех называть грехом. То, что неверно, называть неверностью. Отступление от Господа, называть отступлением от Господа. Потому что иногда наставничество воспринимает, что не нужно говорить о грехе, нужно покрывать, нужно каким-то образом сглаживать эти углы. Апостол Павел прямо говорит, он вразумляет их, он показывает ту проблему, которая существовала. И мы видим, что в этой ситуации наставник имеет авторитет сделать это. Апостол Павел имел это право сказать им, иначе это не просто критика будет какая-то. У него были эти правильные взаимоотношения с коринфянами, и они воспринимали слова апостола Павла. Воспринимали, что это было к созиданию, а не просто критики. Итак, мы видим первый принцип. Наставник рождает через благовестие. Второе мы увидели, он стремится к зрелости человека, прямо говоря о проблеме, которая существует. Третье, что я нахожу здесь, он ободряет через любовь. Посмотрите, в этом же 14 стихе написано, «Не к постыжению вашему пишусь ие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Прямо говорим о грехе, но при этом сердце наставника. Сердце, которое наполнено любовью. Апостол Павел любил коринфян. Все проблемы, которые были, он знал. Все ситуации, которые были в этой церкви, он знал. Но вот это слово, он говорит, как возлюбленных детей моих. Слово «агапетос», от слова «агапе», жертвенная любовь, которая делает все необходимое для того, чтобы проявить, чтобы эта любовь была проявлена. Во втором послании Коринфянам, он пишет Коринфянам, «Наше сердце расширено, вам не тесно в нас». Посмотрите, сердце наставника должно быть расширено, чтобы вместить людей со всеми их недостатками, со всеми проблемами. Я хочу задать вам вопрос. Молодежь, вы руководители, вы должны быть наставниками для молодежи, с которой вы несете служение. Расширено ли ваше сердце? Помещается ли туда эта молодежь? Готовы ли вы действительно стать такими наставниками, которые проявляют заботу на основании любви? Апостол Павел говорит эти слова, что «как возлюбленных детей моих я вразумляю». И они знали это. Хотя мы знаем, что они много на него говорили, писали, не воспринимали Павла, критиковали Павла. Павел говорит, мое сердце расширено. Я люблю вас. Я хочу заботиться о вас. Я хочу наставлять вас. Я хочу, чтобы вы действительно увидели это. И поэтому мы можем сказать, что наставник, он должен построить такие отношения, в которых есть любовь, которые построены на любви, которые ясно выражены, когда эти ученики, они замечают это. Четвертое, что я вижу. Наставник показывает пример. Мы читаем с вами, посмотрите, апостол Павел говорит об этом, когда мы читаем в 16 стихе. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Наставник не просто говорит. И когда мы говорим «царствие Божие» не в слове, а в силе. В чем эта сила? Сила через пример. Апостол Павел говорит, подражайте мне. Он хочет быть наставником, он хочет идти рядом. И он говорит, я показываю вам пример. И он говорит, подражайте мне. Вот в этом должна быть сила наставника, который не просто в словах, который в жизни. Наставник должен так подражать Христу, чтобы иметь силу сказать «подражайте мне, потому что я подражаю Христу». Это очень сильно. Это очень смело. Не знаю, кто-то из нас может ли так сказать, как апостол Павел. Возможно, и нет. Но принцип здесь важен. Наставник показывает пример. Наставник не просто говорит «делай, как я говорю». Он говорит «делай, как я делаю». Не просто «я буду учить тебя молиться». Смотри, как я молюсь. Как-то недавно у нас была встреча в нашей церкви с наставниками подростков. Я беседовал с теми, кто желает быть наставниками, руководителями среди подросткового служения. И мы касались всех этих вопросов. Я говорил, на подростковом служении вы учите подростков, как нужно быть христианами, как нужно молиться. Я задаю вопрос «а вы молитесь в церкви?» И подростки, которых вы учите, они слышат, что в церкви вы молитесь. Они видят в вас то, чему вы их учите. Царствие Божие не в слове, оно в силе, оно в жизни, оно в примере наставника. И поэтому это очень важно. Апостол Павел говорит, я не просто буду учить вас прощать, как нужно прощать. Я хочу, чтобы вы смотрели, как я прощаю. Он говорит, я не просто научу вас, как благовествовать. Он говорит, я хочу, чтобы вы видели, как я благовествую. Он говорит эти слова в этом принцип. Подражайте мне, как я подражаю Иисусу Христу. В послании филиппийцам он пишет, 4 глава, в 9 стихе. «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Посмотрите, важность этого принципа. В 1 Коринфянам в 11 главе он пишет, «Будьте подражателями мне, как я Христу». Это говорит о вот этом важном принципе подражания. Знаете, здесь еще один важный момент. Наставник должен быть готов признавать свои ошибки, потому что мы тоже несовершенны, потому что у нас тоже есть ошибки. И когда мы говорим, подражайте мне, это говорит о том, что я тоже иногда совершаю ошибки. Но когда я делаю ошибки, я готов признавать свои ошибки. Я готов молиться Господу, я готов каяться перед Господом. Это важна искренность наставника, которая молодежь у вас должны видеть, те, с кем вы работаете, с кем вы несете служение. Пятый принцип, который я вижу. Наставник помогает в духовном росте. Я вижу это в 17 стихе. Он говорит, для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного, верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе. Наставник помогает в духовном росте. Посмотрите, что сделал Павел. Он воспитал Тимофея. Тимофей был его духовным сыном. Он вкладывал все, что нужно было в Тимофея. И теперь, когда он посылает Тимофея, когда Тимофей придет к Коринфянам, Павел уверен. Посмотрите, что он здесь говорит. Он напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Тимофей находился в таком уровне духовного состояния, что Павел говорит, когда Тимофей придет к вам, это все равно, что я пришел. Я не пришел. Тимофея я посылаю. Но я уверен, он напомнит вам все то, что я говорю. Он покажет вам все то, что я бы показал. Как я учу в каждой церкви, вас так Тимофей научит. Почему? Потому что Павел позаботился о Тимофее. Павел сделал все необходимое, чтобы Тимофей духовно вырос, и теперь он делает то, что делал Павел. Вот эти взаимоотношения Тимофея к Павлу, они очень важны. И Павел говорит, я хочу о вас так заботиться. Я хочу, чтобы вы стали такими, каким стал Тимофей. Я достиг этого благословенного результата, потому что Тимофей теперь становится на мое место. Он делает то, что делаю я. Он говорит так, как говорю я. Он служит Богу так, как служу я. И в этом важный момент, когда мы думаем о наставничестве, когда вы думаете о молодежи, их духовный рост, они должны стать такими, как вы, потому что вы должны стать такими, как Иисус Христос. Шестой принцип, который я нахожу. Наставник делится духовной мудростью. Я вижу это в 17 стихе. И мы в этом 17 стихе уже прочитали эти слова. Он напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Задача наставника – учить. И Павел говорит, Тимофей вас научит, потому что я учу во всякой церкви. И когда мы говорим о учении, мы приходим к важности Писания. Павел не просто учил их каким-то вопросам земной мудрости, он учил их Божьему Слову. Он учил их Писанию. И для того, чтобы наставник был наставником, он должен быть основан на Слове Божьем. Для того, чтобы это была сила, Царствие Божие, не в Слове, а в силе, нам нужно Слово Божие. У нас никогда не будет силы, если у нас нет основания в Божьем Слове. И поэтому, когда вы совершаете это наставничество в молодежи, Божье Слово должно быть вашей основой. Вы должны знать Писание и говорить, и наставлять на основе того, что говорит Священное Писание. И поэтому мы видим, что вот это побуждение к зрелости, оно только через Слово Божие. И, возможно, будет много вопросов к наставнику. Эти ответы нужно находить вот в этом слове, для того, чтобы был этот духовный рост. И, наконец, последний, седьмой принцип, который я нахожу. Наставник, когда возникает вопрос, он совершает дисциплину. Он дисциплинирует тех, кого он наставляет. Посмотрите, с 18 по 21 стихи он говорит, «Но как я не иду к вам, то некоторые из вас возгордились. Но как скоро приду к вам, если угодно будет Господу, испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе, что вы хотите, с жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?» Почему он здесь начинает говорить о жезле? Потому что жезл – это дисциплина. И поэтому апостол Павел показывает здесь, он говорит, «Я не хочу к вам прийти с палкой, я хочу прийти с любовью». Но если нужна палка, будет палка. Это не вовсе не говорит о том, что Павел будет их бить палкой, он указывает на вопрос дисциплины. Если нужна дисциплина, нужна дисциплина. И когда мы думаем вот об этом, когда возникает грех, когда возникает искушение, когда нужно каким-то образом помочь, чтобы выйти из ситуации, когда нужна какая-то реабилитация, когда нужна какая-то помощь, наставник в этом вопросе делает все необходимое для того, чтобы грех был исправлен, для того, чтобы вопросы дисциплины были на месте. Это касается разной ситуации. Возможно, это церковная дисциплина, возможно, это обращение к пастору, к служителю, к пресвитеру. Все вопросы, которые связаны с дисциплиной, они важны, потому что это тоже принцип наставничества. Это принцип заботы, это принцип духовного роста и воспитания. Поэтому, когда мы смотрим с вами вот на эти моменты, я хочу, молодежь, чтобы вы провели себя, свои сердца, свое служение. Бог призывает вас к этому. И, возможно, кто-то из вас сегодня, проверяя вот все эти принципы и примеры, которые дает апостол Павел, вы можете сказать, это не для меня. Я не справлюсь. Я не могу. Возможно, это для кого-то, для пресвитеров. Знаете, когда мы рассуждаем о наставничестве, апостол Павел пишет, но наставляйте друг друга. О чем это говорит? Это говорит о том, что принцип наставничества или служение наставничества, это не просто служение пресвитеров или кого-то особо духовных церквей. И Павел говорит, наставляйте друг друга. Заботьтесь об этом. В этом, вот эти связи в церкви, когда есть эта забота, когда есть это переживание, и когда мы говорим молодежь о вас, вы лидеры, вы духовные наставники молодежи, этот принцип должен работать. Вот это переживание и стремление и забота через наставничество, оно должно быть в каждом из вас. И последний момент, на котором хочу остановиться, еще один текст, который хочу прочитать, слова Христа, для того, чтобы в нашем стремлении к наставничеству мы стояли в верном положении. Посмотри, как говорит Христос в 23 главе Евангелия Матфея, я прочитаю с 10 стиха. Матфея 23 глава с 10 стиха. Даже немножко раньше, с 8 стиха. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья, и отцом себя не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах, и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник, Христос, больше из вас добудет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. После долгой проповеди о наставничестве я хочу, чтобы вы увидели эту мысль. Писание говорит о наставничестве, о важности, о том, что мы должны это делать, наставлять друг друга, но при этом Христос говорит, но вы не называйте себя учителями, отцами и наставниками. Почему? Потому что он говорит, кто возвышает себя, тот будет унижен, и он говорит, больше из вас добудет слуга. Есть большое искушение для наставника утратить силу Царствия Божия и начинать называть себя наставником, не будучи и не имеющий эту силу. И поэтому Христос вот в этом тексте он все расставляет по своим местам, он все расставляет в верном состоянии. Он говорит, наставник это тот, кто служит и заботится. Это не тот, кто называет себя наставником и возвышает себя, это тот, кто принял это служение, служение Господу и служение Церкви, служение Господу и служение молодежи. И он совершает это, и через это верное служение происходит действие силы Духа Святого. Потому что наставник, это он, есть ученик, есть Дух Святой. И Бог совершает и дает вам силу. И да благословит вас Господь молодежь. Быть такими наставниками, в силе Духа Святого, понимать важность этого, стремиться к этому и совершать ваш труд среди молодежи, где вы несете служение. Аминь. Аминь.